Добрый день, уважаемые! Это небольшой начальный фильмец Я решил со своими небольшими рассуждениями о Болгарии выложить, так как, смотрю, в последнее время много людей опять собралось переезжать в Болгарию Которую я, в принципе, уже считаю своей родиной Это как прожил здесь порядка 13-14 лет В 90-е годы я здесь активно работал на публище бизнеса абсолютно различного И буду время от времени выставлять такие комментарии, небольшие видео И давать, может быть, советы, которые, может быть, советы Я понимаю, что никому давать не надо Но, может быть, кому-то это будет полезно, чтобы не попасть в непонятные вещи Которые, естественно, происходят в чужих странах Особенно с иностранцами Глядя на своих новых знакомых, старых знакомых Которые сюда приезжают Я вижу абсолютно изменения состава иммиграции Раньше это было Были немного другие Люди сейчас едут Так скажем В поисках вообще лучшей доли Вообще без денег Без опыта Ну, некоторые с опытом Пытаются здесь найти работу И так далее Но не суть Ну, время от времени Давайте так Сегодня я расскажу Вот, прочтя один пост в фейсбуке сегодня Человек, который хочет переехать в Болгарию Он задает вопрос Где бы мне поселиться на побережье? Посоветуйте риэлтора, контору и так далее Тут же куча людей Близких к риэлторам К этим услугам, к продажам Сразу начинают давать советы Приморска Солнечный берег Биала и прочая, прочая шляпа Места, где в принципе жить невозможно Если ты собираешься здесь жить целый круглый год Работать тем более Там могут обитать пенсионеры Которые лежат на капельницах из коньяка Там или курить бамбук или еще что-то там Люди, которые прячутся от закона Да, можно там Но с бабками Больше делать там нечего Если вы хотите как-то хотя бы работать Хотя бы у вас какое-то интересное общение было Но это не там Расскажу, какие плюсы, какие минусы От таких курортных поселков Плюсы Ну я, пожалуй, не вижу таких плюсов Из минусов Это зимой Если вы любите Уединение Да, вам там это плюс Иначе Это просто Нечем заниматься Некуда пойти Основные магазины, заведения Ничего не работают Все холодно Ветер с моря дует Продувает вот эти все Некачественные строения Которые В основном натыканы По берегу Потому что это В основном Такие вакансионные строения С плохого качества строительства С плохим утеплителем И плюс ко всему С большой поддержкой Большой поддержкой Которую берут управляющие компании Почему-то Ну, понятно почему Потому что надо зарабатывать Не один раз, а постоянно Там за какие-то бассейны, услуги Корошки, охрану И так далее Это что касается зимой Летом Летом Море становится Тоже Во-первых Грязным Непроходимым От количества Туристов И не только Русско-славяно-язычных Но непонятных Англичан Дешевых Немцев И прочих Людей Которые приезжают сюда За 50 евро в неделю Ходят в трусах С ведром Водки Или мастики И с трубочки Догоняются 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 И как они приехали Бухи Так Бухи И улетают На своем соболете В свою Германию Где там они не могут нарушать законы А здесь пожалуйста Здесь пытаются они там драться Там Вороваться И так далее Доставать весь народ Короче буянят Как могут И болгарские власти К ним более-менее лояльно относятся Все-таки Там как бы Члены Евросоюза Туда-сюда Ну Не факт Но это Это просто Соответственно Из-за того что Куча людей Куча Туристов Цены Вырастают Астрономически Магазины Рестораны И так далее И так далее Переполнены туристами Соответственно Вам тоже это не интересно Вам негде не поставить машину Опять же работа Какая работа В зависимости от того что Вы хотите делать Вы можете Начинать этим делом Заниматься Ну опять же Без фантазий Без Так скажем Мультфильмов Таких розовых в голове Что А приеду в Болгарию Открою ресторан Там Или открою магазин Или Обращайтесь Я вам расскажу По каждому вопросу Как это все делается И делается ли Ну вот на сегодня То что я вам хотел сказать По поводу проживания По поводу проживания На мой взгляд Единственный город На побережье Который подходит И экологически И по месту расположения Это Варна Да это не Бургас Бургас меньше Более компактный Более такой Находится Ну и другая Другой ландшафт Естественно Более Больше комаров Больше Всяких Лиманов Заливчиков Жары Естественно Летом Больше Вот Ну единственный плюс Конечно это Магистраль до Софии На которую вы Если вам надо Куда-то поехать В горы или в Софию Вы сели на машину И грубо говоря Через 4-4 с половиной часа Вы уже находитесь В Софии Единственный плюс Варна Живой город Практически Приближающийся К миллиону населения И есть Чем заниматься И летом И зимой Но опять же Не думайте Что это Каждый кулик Своё болото Хвалит это Я из своего опыта Проживания Потому что пришлось Пожить много По Болгарии Где и София И маленькие городишки Тем более Что я занимаюсь Индивидуальным туризмом Частным И Вожу людей Много где Полностью В принципе По всем Балканам То есть Это Не только Болгария Которую я объездил Уже 20 раз Все места знаю Те которые Даже болгары не знают И обходили пешком И пеший маршрут И так далее Ну это и Македония И Албания И Сербия Черногория Румыния Хорватия Все То есть везде И у меня есть возможность Сравнить Жизни Жизнь Отношения И так далее Во всех этих странах Вот на первый раз То что я хотел Так бы сказать вам Ну Кому это Будет полезно Нормально Кому не полезно Ну Ваше дело Так скажем Хорошего дня Ребята